Сегодня у нас 15 июня 2015 года. Вот наш лагерь «Стан» идёт за водой. Витя Николаевич, старший воспитатель. Витя Николаевич, за водой. Сляга, остальные с ведёрками. Вот следующие идут воины нашей Христовой. Что-то сильно растянулись все. Так подтягиваемся, не растягиваемся сильно-то. Чего вы там плетётесь? Быстрее, быстрее подтягиваемся. Что-то растянулись. Бегом, бегом, огни. Те ведро-то дали слишком длинное. Быстрее, 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 подтянулись. Бегом, бегом. Вот у нас колодья здесь. Наскоречники по деревке. Маленькие неразличные. Сейчас мы пройдём. Это у нас компания. Сейчас я вам расскажу кое-что. В сторону оттуда. Сейчас наберите воды, а вот туда ведёрки поставьте, Значит, с ним вдвоем ведро. Умеете ведро носить? Один вот так вот, а второй здесь держится. А он-то без чего будет? Ну вот так и понеслось. Все, все, накладывай сюда. Положи в другую. Зайди, а то вас обидно переводит. Вдвоем. Отойдите сразу с того. Один сбоку кого, другой с другого. Поставьте там вверх. Поставьте там вверх. Так, это что? Понятно. А нет, вот это вот. Сапожки не налейте себе. Аккуратненько идите. А то уже было такое мокрое. Вдро маленько обмывай. Вернись там трава. Будьте по-аккуратней. Это нам пить воду. Ух ты, пить воду. Руковаты что-то натягивают. Мы сейчас голубяку проведем. Не надо руховать. На утро что ли? На где работали? Маленькие, рыжие комары, крупные. Губы болят или еще? Помазать чем-то надо. Сейчас придешь, чтобы что-то не может помазать. Или ты знаешь, а я тебя буду заживать. Так, еще что-то. Попробуй. Я уже не навелась тебе. Ночью поменьше. Комар там плавает. Просит. Пригрела комаров. Сейчас я их проведу туда. Голубя тебе расскажу. Потом ты это у него заберешь. У него компьютер направится. Заходи. Голубей, наверное, после завтра выпущуете. Голубей. 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 Кто разговаривал, когда ложились спать? Кто наказывал? Вот сюда встаньте. Самые боевые ребята. Голубей. Вы знали, что после отбоя нельзя разговаривать? А зачем же на это шли? Понимаете, вот нарушитель устава, он не только в этом. Ты другого нарушать будешь. Потому что ты однажды через закон перелез. А на красный свет милиционера нету. Я прямо поеду-то. А тот-то едет на полной скорости. У тебя долбанул и все. Кто-то едет правильно по закону на зеленый свет. А тебе красный. Ты посмотрел, никого нету. Нету, а стой. Красный свет. Отлегли спать ни одного слова не должно быть. Вот в Англии там так. Если два раза нарушил порядок, ложился спать. Все, ему отказано. От общежития до долой. Иди ночью, где хочешь. Все кончилось. Как, понятно? Так, попытайся пуражку как-то сделать. Арсений, назад, заверни ее. Один вы убиваешься из-за этого. В общем, вон еще. Поверни ее таким-то образом. Он стоял же все, вот, види. Вот, види, какой маленький Тарасик. Открытые уши, еще нет. Это так привыкли, вот, сжать все. У нас условия вполне подходящие. Настощат его сейчас выводят. Это самое теплое время в году. А же говорить об этом не надо. Так, пока наливай там. А вы идите сюда. Все за мной пойдите. Вот так. Маленький урод. Вот, смотрите. Поближе только, чтобы рядом можно было слушать. Вот это что за сооружение? Голубятния. Интересно? Да. Кто-нибудь такое видела хоть раз вижу? Да. Мы потом сделаем экскурсию туда. На всех этажах. Ну а уже я залезу на самую крышу. Это 9 метров 60 сантиметров. Это ниже, то есть выше телеграфного столба. А зачем? Сейчас я вам поясню. Походите сюда. Человек отвечает за все, что он привлечит. Вот в природе. Писки, двери, они уравновешивают друг друга. Знают, когда прятаться, когда. А когда человек приучил, то ему некуда прятаться. В природе он здесь дождь сделает, на деревьях где-то, чтобы рот закрывает. Вот. Мы вон там сооружение одно. Балерина. И там у меня было 5 пород разных голубей. Породы. Породы это... Одних такие лохматые ноги, перья как у него на ногах. Другие турманы переворачиваются. Иные особые там пируэты делают. Ну декоративно. Они даже чуть-чуть летают. Остальное такая красота какие есть. И ночью забрался туда хорек или колонок. Это два зверя таких. Сколько там было? 35 голубей. Их пришел кормить, ни одного нету. Все мертвые лежат. Все. Разбросаны крылья. Он их не ест. Он душит их. Там бывает кровь попьет и все. Он не знает, как волк. Он зайдет в овчарь. Ну ему одной овечки хватило бы наелся. Он их режет и режет. Горло рванул, перерезал. Следующее. До самого утра будет. Он не может. Он вошел в раж. Вот так человек, который делает грех. Он не может остановиться. Его надо останавливать. Для этого есть закон, тюрьма, прокуратура, суды. И вот там погибли все голуби. И тогда мы стали думать, как их спасти. Вот смотрите. Вот эти вот столбы. Ну они ясно делали деревянные. А вот эти, которые железобетонные, это называются пасынки. То есть они не родные. Вот пасынок, ну бывает, умерла жена. А у другой умер муж. И они познакомились и женились. И вот ему не родной сын, это пасынок. Она пришла, у нее ребенок, сын. А у этого, допустим, дочь у нас такие были. А это пачереса для нее будет. Для нее это будет пачереса, а для него это вот. И вот этот называется пасынок. И вот к нему надо, видите, как привязать столбы. Они теперь не гниют выше. Ну а хорек, у него коготки, он лезет. И вот он долазит, а там, куда упираются столбы, это железная плита. Ему дальше некуда. Он по столбу поднялся, а то он поднимется. Вот он бежит как по земле, так и по столбу. Он еще очень ловкий такой. Ну а дальше-то сунулся головой. Он не поймет, а как дальше-то. За железо он не может коготки впустить. Теперь вот эти, которые наклоненные, они поддерживают всю конструкцию. Это железные трубы. А чтобы ему дальше не пройти, там, видите, ограничители. Ему дальше некуда. Ему опять надо спускаться. И они зимой тут несколько раз были и не могли залезть. Около 10 лет. Но мышка залезла. Мышка залезла каким образом? По неразумию. Вот подойдите поближе теперь. Вот посмотрите. Вот это вот веревочка. Мышка по ней вот так вот и туда залазит. Она уже залезла, все. Там дырка найдется. Так а вот здесь, видишь, как вот сделано? Я сегодня утром ее делал. Вот это вот. Мышка сюда может залезть? Она залезла? А дальше-то некуда. А наши ребята, кто были, я не знаю. Дядя Витя убрали это и привязали вот сюда вот. А кто привязал? Не знаю. Ну, у вас двое только было здесь. А здесь она сразу по ней и туда все, мышка залезла там. Даже это надо предусмотреть. Вот это вот лесенка, как дядя Володя делает. Видите, как она прибивается? Так как она лопнула, гвоздь вылетит, теперь привязывается. Вот смотрите внимательно на все. Вот гнездо открывается, я привез голубей и за веревочку там закрывается гнездо. Вот эти, смотрите, видите какой пенек был? Посадили его, полили. Это чтобы он не сох, глиной замазали и завязали. Это ветла, ветлина вот эта вот. Где она тут ветлина? Сейчас я покажу ее. Ага, вот она, подальше маленько. Какие растения? Вот видишь какая? Следующий пенек. Вот он. Это вот палка. Вот такая палка посадили. Она вот как подсохла, а от нее видишь какой пошел? А то уже дерево будет. А черенка, вот. Вот она, вот видишь какая палочка, сухая. А от нее видишь корешок пошел? Вот уже два. Вон тоже пошла. Там большие выросли. Береза так расти не может. Березу надо с корнями целиком. Вот это даже и все значит. Смотрите какие у нас растения. Пойдемте сейчас обойдем вокруг. Вот этот маленький такой участок. Я думаю, что из формы мы зайдем. Вот это у нас колокол висит такой вот большой. Если пожары или что там лежат такие, чем бить железки, чтобы по всей деревне было слышно. Вот эти вот. Там вот здесь поднимаешься лестница, а вон вверху лестница лежит. Вон видать ее сюда она. И она убирается. Как только залез, вон там вверху отверстие туда. Закрыл за собой, а когда уходишь там на замок и лестницу положил. Иначе по лестнице враг туда залезет. Я имею ввиду колонок или хорек. Вы должны все это знать. Голубь это особая птица. Это единственная птица, которая может улетать очень далеко, зная направление. Продали Голубку одну в Японию. Из Москвы. И она домой прилетела сама. Везде ее. Она не видела ничего. Она закрытая была в корзинке. И оттуда ее выпустили. У нее какие-то приборы. И она летит. Показывает. Корабль идет. Она на корабль села и питается там. А когда крылья ей там... Она в руки далась. Крылья посмотрели. Они все крылья у нее в печати. Где она бывала? На крыльях печать несмываемая. Это все очень интересно. Пойдем. Я покажу какие тут деревья растут. Это вот крапива. Крапива жгучая. С ней осторожно надо быть. А вот это вот это. Это вот пустырник. Вот. Вот это вот первая полоска. Вторая, третья, четвертая. По пятую полоску. Вот это. Где листья идут. Это назовем полоской. И сушится где прохладно. Не на солнышке. Это от сердечных приступов. Как вот валерьянка. И очень хороший медосбор. Пчелы с него мед собирают. Запомните. Пустырник. Запомните. Пустырник. Сейчас я покажу, какие у нас на этом участке деревья растут. И на что эти деревья годные. Потом мы сделаем так. Я на крыльцо брошу разные листики. Вы по листику должны будете определить какое-то дерево. Для чего оно угодно. Как его садить. Как выращивать. По одному листику будете определять. И в лесу вы будете идти не слепые. Ты будешь идти и понимать. Это дерево для этого. Это. Это так садится. Как садить его. Как. Ну в городе видели как. Машины идут. А тут высота идут еще. Елки там разные. Березы. Пойдемте. Мы тут могли бы прямо пройти. Дать зойке. Вот смотрите. У меня не видите какая тарелка. Вам видно? Да. Это в деревне. Это все сделано так, чтобы у тебя нет. Можно было говорить. Это не просто. Здесь же нет кабельного телевидения никакого. Сюда за мной. Пойдемте. Так. Сейчас я. Вот. Набрались. Как колодец копали. Как его трудно было. Вот. Губы то не задевай. Тебе так больны они. Это очень глубокий. Колодец глубокий. Вот эти вот кольца бетонные. Это из Барнаула привезли. Привезли щебень. Специальный песок, чтобы вода дренажа отходила. Врядь отходила. Дренаж называется. Когда это делают там. Вот. Идемте сюда. Вот это вот дерево большое. Это ветла. Вот это вот. Покажите. Дерево это очень крупкое. Вот это вот. Вот это вот. Смотри какие. Главное интересно. Когда ветер дует. У него здесь зеленое. А здесь белое. Как только белое появилось. А ты в окно видишь. Вот. Видишь. Вот зеленое. А вот так вот ветер наклонил. Это значит на улице ветер. Сколько там баллов? Пять. То есть можно. Иди рядом. Ты что там? Ну-ка подойди сюда ближе. Подожди. Подожди. Арсений. То что я говорю. Ты это все знаешь уже? Не знаешь. Да почему стоишь отдельно? Вот. Представь. Восемнадцать человек. Ты себя уже выделяешь. Это не надо высоко умничать. Руки из кармана вытащи. Смотри. Я же держу руки открыты. Смотри внимательно. Ветла называется. Ветлина. Вот. Бывает плакучая ива. Она очень похожа на нее. Веса такая красивая. А куда она годна. Вот. Которая молодая лоза. Плетут корзинки разные. Все делают. Надо. Все ты это уже не сделаешь. Так. Смотрите сюда. Сейчас за мной пройдетесь. Сюда вот. Проходите. Вот. Смотрите. Вот это вот береза. На что она в лоза. На береза. Вот береза. Смотри. Смотри. Пошди сюда. Вот сюда поближе. Субашат, голову подними, все время вниз смотришь, на земле ничего не увидишь. Надо смотреть кверху. Береза. Вот эти вот листики, они были когда-то порчками, распустились. Их настаивают на дне от разных болезней. Разные мази делают. Вот эта вот кора, ее отдирают, и она распускает, можно снять ее, как бумага. На ней писали раньше, бумаги-то не было. И остались берестяные свитки, которые пока, как писали русские люди. Самые древние рукописи русские на березе. Из нее делают разные туиски, посуду. Ну, когда дерево толсто, оно просто большая, вот это вот. Дерево твердое. Когда прямые березки есть, из нее вилы. Вилам делают ручки топорища. Это крепкое дерево, прочное. Если это обделывать, рубить, рубль дают, то за эту рубль 20 копеек. Потому что намного труднее ее обрабатывать. Весной, это единственное у нас дерево, не считая клена, течет сок березы. Слезы березы, как песни поются. Она нужна. Из нее делает веник. Веник парится. А для чего парится? Болезни все выходят. Все пропариваются. Это полезно. Дальше вот эту кору берут, отдельно сворачивают. Ее в чугуне варят на огне. Из нее получается смола. Серка называется. Вот жвачка, в которой живете, резиновая жвачка тут. Ее делали это, для прочистки зубов. Кроме того, что из нее делают деготь. Деготь. Промазывают сапоги и все. Это все из березы. Березой считается русское дерево. Как тут был такой поэт Марк Юдалевич. Он говорит, когда еще и десантом, или кто там, Мамай, потерпел поражение, так он в бешенстве там мелкие березки рубил, как будто это русские люди. Береза или медведь? Вот вчера слышали медведь? Медведь это, как говорят, русский медведь. Русское государство, оно всегда почему-то ассоциировалось с медведем. Там, допустим, Англия, там Саргон, там в каждом государстве свое. Вот идете дальше. Смотрите. Вот это вот, маленькая ранецка. Вот ягодки какие. Потом у него осенью будут подрастать, ребятишки их любят есть. А когда мороз ударит, они вообще съедобные. Вот они, видно их даже. Ему можно к этому дереву привить от плодородного, привезти, ну, такие яблоки большие. И сюда привить, и на ней будут большие яблоки. Прямой делается. Дальше, смотрите. Вот это дерево, это особое дерево. Это называется, вот, которое я держу, смотри, я отломлю, чтобы показать. Это бузина. У нее красные-красные ягодки. Много здесь ягодок будет. И там, где ходят мыши, говорят, подвешиваются, чтобы отпугивать мышей. Никакого яда-то не делали. Вот она бузина. Чем она хорошая? Вот из нее что-то она может пустотелое сделать. Отрезал, и у нее внутри пустое почти. Просвержил, ну, просто палочкой какой-то можно проковырять, трубка будет, допустим, эту воду пусить. Это у нас что еще? Дальше идемте. Смотрите. Вот это на маленьком участке. Такие у нас, такое богатство. Вот это вот, у нас называется гороховик. Это акация. Смотри. Подойди. Я вам сейчас дам листик показать. Посмотрите, какой он. И на нем маленькие стручочки будут, как горох. Поэтому насевали гороховик. И какой мягкий. Это дерево очень гибкое. Из него разные метелки делают. Из него можно там что-то плести. Вот. Посмотри. Вот оно какое уже большое. Ну, здесь небольшое. А вот там на юге, там настоящие деревья акация. И у него шипы, вот такие вот шипы. Торчат. Даже прикоснуться нельзя. Мы вот ездили. Вот берешь, потопить надо. Боизнабраться. Все пока. Видите, на маленьком участке одна земля, одно солнце, одна вода. И сколько всего разного. А вот смотри, вот намотано. Видите? Изоляция. Это делали прибой. Заверзли, залезайся, съели. Отошла работа. Все. Это маленький урок вам сегодня. На, посмотри. Лежи вот так. Победите. Бузина. Лежла какая. А в городе ты ничего этого не увидишь. Какая там бузина? Да ну все. Под копоти. Не узнаешь даже. Какое. Вот. Ну давай, ты иди. Подожди, а что тут спустим в игрок пошел? Все непонятно. Ну-ка вернись назад. Оно сломано. Стормалось все. А почему? Ну дай посмотрим. Что может быть можно направить? Я там сделаю его. Там дырочки просверлю я. Так, это капроновые нитки. Мелико сделать. Капроновые ниточки здесь возьмешь и сделаешь. Кому-то налей больше. Вдвоем понесете полное ведро. Ваня, вернись назад. Вдвоем понесете, налей полное ведро. Вернись назад. Налей. Все. Витя, ты останься. Меня зарядили здесь. Там ведерочка у тебя взять. Просверлить дырочки. И это так надежнее будет. Поэтому я туда его отправил. А я тут велосипед возьму. Ладно. А это я крошки положил.